Привет всем, кто заглянул на наш очередной разбор послания к Ефесиным. Сегодня у нас вторая глава с 8 по 13 стих. Я предлагаю не читать весь отрывок предварительно, а пройти частями, как мы это делаем обычно, но не по стихово, а двумя блоками, потому что в данном отрывке сегодняшнем я вижу как бы два основных таких тезиса или два блока, поэтому первый блок у меня будет с 8 по 10 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы помним, что основная мысль всего послания к Ефесиным это познание Божьей благодати, и вот здесь Павел приступает к сравнению благодати и дел. Это такая классическая дилемма или классическая тема, чем мы спасаемся, верой или делами. И очевидно, что Павел делает акцент на спасение по вере, сияние от вас не от дел, чтобы никто не хвалился. Ну а куда же девать дела? А дела это следствие того, что мы с вами стали новым творением. Вот смотрите, 10 стих. Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые он предназначил нам исполнять. Дела идут после веры. То есть впереди паровоз, а за ним вагоны. Или впереди лошадь, а за ней телега. Никак по-другому. То есть дела важны, дела являются доказательством и подтверждением того, что наша вера истинная. Но все-таки спасаемся мы и оправдываемся мы, конечно же, не делами, а верою, которая является следствием Божьей благодати. Смотрите, 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Другими словами, то, что мы уверовали во Христа, это не что иное, как действие Божьей благодати. И никак иначе. Это не результат наших усилий, какого-то нравственного совершенства. Это результат того, что Бог до нас достучался, результат Его благодати. И вот познание Божьей благодати, конечно же, включает в себя понимание вот этого аспекта. А дела это следствие, дела это просто, как бы сказать, естественное свойство, или естественная характеристика нового творения. Если мы новое творение, если мы созданы во Христе Иисусе, как здесь написано, то такой неотъемлемой частью, или естественной природной, натуральной характеристикой, или свойством этого нового творения будет добродетельность. То есть покажите в вере вашей добродетельность. Вера, она без дел мертва, и она настоящая, если она подлинная, характеризуется делами, которые мы хотим делать. Не всегда они у нас получаются, но, по крайней мере, мы имеем вот эту добродетельность, активность. То есть новое творение желает как-то самовыражаться. Я думаю, что прежде всего это касается молитвы. То, с чего начинается вообще выражение нового творения, это молитва «А воочи Духом Святым», когда мы отдаемся Духу Святому, когда мы течем, начинаем в нем течь, начинаем в нем пребывать, начинаем ему позволять в нас ходатайствовать, воздыхать, молиться иными языками. Вот самое первое доброе дело, с чего все должно начинаться. А потом уже все остальное, служение, проповедь, евангелизация, какие-то, может быть, дела милосердия и так далее и тому подобное. То есть вера впереди, благодать впереди, паровоз впереди, лошадь впереди, а дела и все вот эти проявления, которые следуют за подлинной верой, идут после. Следующий блок у нас начинается с 11 по 13 стих и звучит он так. «Помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чуждой заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую». Очевидно, что данный блок говорит о том, что мы не то чтобы стали новым Израилем или заместили собой Израиль, но мы к нему привились, как дикая маслина, как веточка дикой маслины. Помните, послание к римлянам, кто был на наших разборах послания к римлянам, можем вспомнить, что Павел говорит о нас, язычниках, уверовавших во Христа, как о дикой маслине, которая была привита к природной, натуральной, благородной маслине, то есть к Израилю. И таким образом мы присовокупились или присоединились к вот этой Божьей работе, исторической, перспективной, которая началась еще с Эдемского сада, еще с тех времен, когда Бог задумал искупление. Мы к этой работе Божьей как бы привились, присоединились. Это не значит, что мы спасаемся сегодня иудаизмом, это не значит, что у нас есть сегодня выбор спастись через Иисуса или через иудаизм. Нет, такого выбора у нас нет, но мы присоединились к этой последовательной Божьей работе. И то, что мы стали одно с Израилем, это не означает, что мы спасаемся благодаря, скажем так, соблюдению израильских или еврейских постановлений. Нет, мы просто стали, скажем так, причастниками, причастниками Божьей работы. И то, что сегодня евреи, они живут по Ветхому Завету, не значит, что мы спасаемся Ветхим Заветом. Давид, Авраам и все патриархи, которые сегодня в раю, которые нас ожидают там на небесах, они спасены через веру в Иисуса Христа. Как бы это странно на первый взгляд не звучало, через веру в Иисуса Христа. Пророчески они прозревали и понимали, что оправдываются благодатью через веру в Мессию. Может быть, они не знали имени, земного имени нашего Спасителя, но они имели представление, пророческое понимание, разумение о том, что они спасаются только благодаря вере в грядущего Мессию. И поэтому Павел напоминает, опять же, познание благодати, оно включает в себя воспоминания или, скажем так, держание в памяти того, что мы с вами были некогда отчуждены. И вот, имея это в виду, помятуя об этом, мы с вами в большей степени познаем благодать и понимаем, что удостойны великой чести и привилегии быть привитыми к этой природной маслине. Помните, да, что вы некогда язычники по плоти. Да, мы были язычниками, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. И здесь, как бы, камушек в огород вот этих вот иудействующих, с которыми Павлу приходилось постоянно бороться, сражаться, тягаться, да, где-то там их, как бы сказать, отваживать от церквей христовых. То есть, не думайте, да, Павел здесь говорит тем самым, или между строк мы можем прочитать, не считайте себя ущербными, не считайте себя где-то какими-то второсортными, если вам пытаются внушить иудействующие, которые ходят по моим пятам. Нет, вы полноценные, да, вы правоприемные, вы не в меньшей степени достойные Божьи дети, да, и Божьи наследники, чем Израиль. Но, тем не менее, мы с вами уже говорили, что спасаемся мы и они, и мы все через веру в Иисуса Христа. То, что мы привиты к природной маслине, не означает, что мы спасаемся как-то иначе. Вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, 12 стих. А сегодня мы к нему, ну, как бы, не то, что мы являемся израильтянами, да, мы с вами не стали евреями, по крайней мере, по плоти, да, это понятно, но мы присовокуплены к вот этому обществу Господню, да, к Авраму, Исааку, патриархам, к Еноху, да, к Ною, к Давиду, Моисею. Мы к ним присоединены, вот этим духовным родством, верой в Мессию, верой в Иисуса Христа. Не имели надежды, были безбожники в мире. Понятно, что сейчас у нас с вами есть надежда. И 13 стих еще раз. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. То есть, кровью Христа мы приблизились к Израилю, мы стали полноценными соучастниками с ним. Конечно, нам не нужно гордиться, мы с вами понимаем, что мы дикая маслина, мы неприродная маслина, нам не нужно задирать нос и говорить, что мы теперь стали новым Израилем, а старый ветхий Израиль теперь Бога не интересует. Нет, интересует, еще как интересует, и весь остаток спасется, Писание говорит. Нам не нужно гордиться, нам нужно занять такую золотую середину. С одной стороны, не считать себя неполноценными, ущербными, какими-то второсортными, как сегодня может быть, или во времена Павла пытались представить вот эти иудействующие христиане. И с другой стороны, не нужно считать себя или гордиться по поводу того, что мы якобы заместили и стали теперь новым Израилем. То есть, вот эта теология замещения, она нигде не подтверждается, Павел нигде ее не исповедует. Он призывает нас с вами занимать взвешенную, сбалансированную позицию в отношении Израиля. С одной стороны, мы привиты, с одной стороны, мы присовокуплены к обществу Господню, с одной стороны, мы где-то стали соучастниками и продолжением Божьей работы, фактически. Он продолжает на нас с вами. В то же самое время он не оставляет Израиля. И хотя в большинстве своем, в основной массе своей, Израиль сегодня отвергает Мессию, отвергает Иисуса Христа, да, не Мессию вообще, как идею, мессианство, а именно Иисуса Христа, Иисуса из Назарета. В свое время Бог произведет и с ними, как бы сказать, такую операцию по открытию глаз, да, их, и они спасутся. Ну, остаток спасется тех, которых Господь там предопределил, 144 тысячи и так далее. Это другая большая тема. Поэтому, имея вот это в виду, понимая вот эти аспекты, то, что мы благодатью спасены через веру, и это не от нас, мы не можем хвастаться и говорить, вот какие мы нравственные, какие мы хорошие, как мы своим умом там или своими усилиями достигли вот этой праведности. С одной стороны это, с другой стороны то, что мы когда-то были язычниками, когда-то были отчужденными, и благодаря крови Агнца, благодаря Божьей работе мы стали причастными и в здравом, в сбалансированном смысле стали тоже Израилем, да, вот в таком вот, ну, скажем так, некрайнем понимании. И это должно нас с вами радовать, вдохновлять, вселять оптимизм и всячески превозносить в наших очах, да, в нашем понимании, в нашем сознании Божью благодать, что и пытается здесь донести Дух Святой до адресатов данного послания. Поэтому да поможет нам Господь держать это в поле зрения, помнить, да, как здесь сказано, помните, имейте это в виду, не теряйте это из виду, не забывайте об этом, и иметь благословение от того, что мы прогрессируем в познании Божьей благодати. До новых встреч, до новых видео, с Богом!